Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сейчас я нахожусь в Дубае, куда приехала для того, чтобы еще больше и лучше улучшить свой главный продукт своего ребенка, мой марафон-рерайтер жизни. Если кто-то не знает, то я тот человек, который посвятил себя тому, чтобы пробудить как можно большее количество людей к осознанной, классной, счастливой жизни. Я голосую за то, что мы сами создаем свою реальность, и что именно с помощью своих мыслей, которые определяют наши поступки, мы с вами и управляем тем, что называется жизнью. Но сегодня я хочу рассказать вам не об этом. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, можно назвать это ошибками, но я считаю, что в жизни не существует ошибок, потому что каждый наш шаг ведет нас дальше. И в зависимости от того, насколько мы умеем с вами анализировать эти шаги, осознавать, а не просто маркировать все и клеить наклеечки хорошо, плохо, правильно, неправильно, выиграл, проиграл, в зависимости от этого и мы достигаем в своей жизни каких-то определенных высот. И я сейчас даже не про материальные высоты, а именно про нашу жизнь, про наше ощущение счастья, про то, что делает нас счастливыми в каждый период времени. И сегодня я хочу рассказать вам о своем опыте и сделать это с одной главной целью – показать вам, что нет такого пути, который был бы самым кратким и сразу же приводил к успеху. Не существует такого человека или такого бизнеса, в котором бы сразу все получалось, и что ошибаться – это нормально, потому что ошибка – это как черная полоса у зебры, просто естественная ее часть. И когда мы делаем что-то не так, мы делаем это, прежде всего делаем, это уже хорошо, а второе – это всегда помогает нам понять, а что же будет так, потому что именно методом пробы ошибок мы можем что-то с вами сравнить. Итак, давайте расскажу вам, наконец-то, на третьей минуте о своем примере. Когда два года назад я решила выпустить в свет свой продукт, который называется «Марафон рерайтер жизни», суть которого достаточно изначально как бы проста. В течение 30 дней мы пишем книгу о жизни своей мечты, и в процессе я объясняю и рассказываю, как устроена наша реальность, как устроен наш мозг, и как мы, в общем-то, со всем этим взаимодействуем. И самое главное – как то, что мы опишем в книге нашей мечты, в результате превратить в нашу реальность. Так вот, создав этот продукт, я очень сильно была им одержима, впрочем, как и сейчас, и постоянно о нем говорила. Постоянно о нем говорила, постоянно его продавала, и каждый месяц запускала новый поток, что позволило мне достаточно быстро вырасти в объемах, масштабах, и затем также продавать дополнительные продукты, участие в клубе, в бэк-клабе, и дополнительные различные тренинги, которые мои ученики уже очень любят, потому что точно знают, что мои продукты классно работают. И все это было здорово, но поскольку наша цель, а мы с моим супругом Сергеем вместе занимаемся бизнесом, поскольку нашей целью стало вырасти, и мы хотели сделать так, и по-прежнему хотим, чтобы как можно большее количество людей пришло к осознанности. Что значит к осознанности? Я хочу, чтобы как можно большее количество людей вышло из состояния того, что кто-то что-то им должен, и кто-то виноват в том, что у них что-то не получается, и осознал, что мы сами являемся хозяевами своей жизни, что только от нас зависит, что с нами происходит, и что именно благодаря тому, что в свое время, в детстве или в своем периоде каком-то жизни мы получали опыт другой, мы записывали в себя те программы, те убеждения, ограничения, которые создали нам совсем другую парадигму мира и сказали, так можно, а так нельзя, это невозможно, это твой предел. Только благодаря этому мы и имеем то, что имеем. Но стоит нам это изменить, стоит нам научиться управлять своим сознанием, залезть в свое подсознание, стать хозяевами, как это изменится. Но согласитесь, это классная цель и классная задача. Я знаю, что многие из вас, а я адресую прежде всего это видео тем, кто меня знает, прекрасно понимают, что рерайтер классный, но речь сейчас не об этом. Речь идет о том, что озадаченные такой миссией и идеей мы подумали о том, что все-таки продукт рерайтер жизни не для многих людей, точнее не для всех людей может быть понятен. И когда мы начали разбирать, какую проблему же решает рерайтер жизни, потому что каждый продукт, который продается вне зависимости тренинга или колбаса, должен решать определенную потребность клиента. И мы поняли, что рерайтер это на самом деле ключ от огромного количества проблем. Прежде всего от непринятия себя, от своих депрессий, от своих страхов, от неуверенности к себе, от проблем в личной жизни, в самореализации. Даже в своем здоровье мы сами можем себе помогать. И вот когда мы поняли, как много всего дает рерайтер, мы осознали, что в этом есть некая проблема, потому что очень сложно продавать таблетку от всех болезней сразу. Люди любят конкретные решения. Ну, мы еще и хорошие предприниматели, поэтому подумали о том, что, наверное, будет гораздо более правильным, если мы будем привлекать людей через разные тонкие проблемы и воронки. И таким образом я начала создавать разные отдельные тренинги, которые бы закрывали отдельные проблемы. Например, так появился марафон, который называется «Законы денег». Он небольшой, занимал 10 дней. В нем очень классно прорабатываются поверхностные денежные убеждения, но, поверьте, мозг взрывается, и это происходит очень круто. Продукт стоит недорого, и, в принципе, каждый человек, у которого есть вопросы с деньгами, может себе позволить его пройти. К тому же он дает крутые результаты. Так появился этот продукт. Затем я подумала о том, что многие девушки мучаются вопросами со своим лишним весом и всю жизнь пытаются найти какие-то супердиеты или супертаблетки, которые бы помогли им похудеть. И я решила, что нужно показать, что именно мышление наше и определяет те проблемы, которые мы заедаем. И, разобравшись с этим, можно решить этот вопрос раз и навсегда или, по крайней мере, значительно облегчить эту задачу. Так и появился «Марафон тела». За два года я создала большое количество разных продуктов, которые я начала активно продавать своей аудитории, демонстрируя их прелести. Конечно, самым классным и уже неудивительным стало то, что основной аудиторией этих продуктов выступили, мои дорогие рерайтов. Люди, которые прекрасно знают, что я создаю классные продукты, люди, которые с удовольствием их покупают. Потому что, когда мы с вами уже единожды что-то попробовали и знаем, что это круто, мы покупаем это с большим удовольствием. Но так получилось, что поскольку стратегия нашего бизнеса с Сережей строится на том, что мы не размножаемся в командах, в количестве страниц, а продаем все через личный бренд и выстраиваем коммуникацию с аудиторией, собственно, через меня, сложилось так, что мне одной пришлось рассказывать обо всех этих продуктах. И если раньше в каждом своем видео, в каждом своем посте я говорила исключительно о рерайтере жизни, и это было понятно всей моей аудитории, и вновь пребывающей, и постоянной, то со временем моя вновь пребывающая аудитория, которую мы, естественно, активно привлекаем, не совсем поняла, что такое рерайтер. Потому что аудитория привлекалась под определенные продукты, и каждый раз, заходя в мои ленты, видели продажи определенных моих тем. То я продавала свою красивую фигуру, то я продавала, точнее, фигуру красивой аудитории, да, своих клиентов, то я продавала мысли о том, как заработать денег и так далее. И вот здесь случился промах, потому что определяя свои денежные действия, а я люблю все время определять, что приносит деньги, а что нет, как раз в момент того, чтобы создавать новые продукты, я определила как денежное действие. Но получилась другая история, что, начиная создавать эти денежные действия, я смогла прекрасно сработаться в контексте наполнения классными продуктами информации ту аудиторию, которая у меня есть, и плохо справляться с пополнением новой аудитории непосредственно в рерайтер жизни. Потому что попросту границы моего ключевого продукта стерлись. Люди перестали понимать, что конкретно я продаю, какой мой флагманский продукт, и что идея, в общем-то, и заключается в том, чтобы рано или поздно все равно попасть на рерайтер. Поэтому сейчас, например, в этом году, в стратегии 2022 года, мы решили этот вопрос исключить. И теперь для моей новой аудитории я всегда продаю только рерайтер жизни, а все остальные продукты можно будет купить исключительно, если вы прошли этот рерайтер. Таким образом, я благодарю ту аудиторию, которая у меня уже есть, и постоянно даю им что-то новое, и в то же время не путаю ту аудиторию, которая ко мне только приходит и не совсем понимает, про что я. Я очень надеюсь, что это действие также вдохновит вас подумать над вашим бизнесом. И если вы проходили рерайтер, то так или иначе не пропустите мой марафон, точнее интенсив, который длится 30 дней и называется «30 денежных действий». Если вы рерайтер не проходили, не слушайте ни о чем, а обязательно попадите на рерайтер, потому что рерайтер – это ключ к новому осознанию себя, ключ к пониманию своей жизни, своих целей и первый шаг к тому, чтобы наконец перестать жить в хаосе, а начать разбираться с тем, кто я, чего я хочу и как это получить. Каких-то 30 лет назад Дубай был пустыней, здесь не было практически ничего. Только вдумайтесь, что за совершенно короткий срок построился целый мир. Дубай – это место безумных технологий, это место безумно дорогих людей, шейхов, яхт, здесь есть, пожалуй, все. А 30 лет назад эта страна считалась бедной, эта страна считалась какой-то отсталой, практически страной третьего мира, и никто даже подумать не мог, что так быстро может произойти. Поверьте, ваша жизнь может измениться так же быстро. Самое главное – это сделать первый шаг. И если вам нравится формат таких видео, дайте мне, пожалуйста, об этом знать и оставьте свой комментарий. Я желаю всем замечательного дня. И тут уже стоит в окружении много полицейских, которые говорят, что снимать нельзя. Но есть ли какие-то запреты для Оли Ермиловой, когда она хочет снять видео для своих любимых поклонников, хотела сказать, для своих любимых зрителей. Люблю вас, ребята, и надеюсь, что поклонниками вы тоже когда-нибудь моими станете. Я буду очень стараться вас радовать.